Главный противник Юго-Западного и Южного фронтов, 1-я танковая группа «Клейста» в конце августа находилась далеко на юге, внизу в их Днепра. Поворот дивизий «Гудериано» советская разведка также заметила. Красной армии в августе-сентябре 1941 года катастрофически не хватало танков. Мехкорпуса сгорели в огне первых месяцев боёв, и бороться с немецкими танковыми дивизиями фактически было нечем. Так, в 21-й армии Кузнецова осталось всего 16 танков. В начале сентября войска «Гудериано», прорвав оборону 21-й армии, с боями двинулись на Лохвицу, городок в 200 км к востоку от Киева. «Гудериано» заходил в тыл войскам, обороняющим столицу Украины. Казалось, настало время отдать приказ Юго-Западному фронту отходить на восток. Однако разведка еще не располагала данными о сложившейся в последние дни ситуации и советское командование медлило с разрешением. А в это время в районе Кременчуга немцы существенно усилили занятый плацдарм. Через Днепр был построен грандиозный наплавной мост длиной почти в километр. Первая танковая группа «Клейста» от Низовьев-Днепра форсированным маршем вышла к Кременчугу. Ночью под проливным дождем группа переправилась через Днепр и вышла к уже захваченной Гудерианом Лохвице. Приказ отходить запоздал. Все силы Юго-Западного фронта под Киевом оказались в окружении. Киевский котел поставил мрачный рекорд, став крупнейшим окружением за всю историю войн. Согласно подсчетам штаба Юго-Западного фронта, в окружение попало 532 тысячи человек. Из них примерно 15-20 тысячам бойцов удалось вырваться. Бои в Киевском котле продолжались до конца сентября 1941 года. Своеобразным символом катастрофы стал показатель захваченных немцами советских танков. Их было всего 50.